Тот, благодаря кому за шесть лет из Кыргызстана вывели сотни миллионов долларов. Человек, посредством которого все это время обогащались не только его подельники, но и многочисленные чиновники и должностные лица разного звена. Айркен Саймайте – бизнесмен, или как позже он сам себя назовет нашим коллегам из радио, а затык – профессиональный отмыватель незаконных денег. Сегодня уже мертв. В мае текущего года журналист Али Тактакуна впервые рассказал о существовании этого человека и о том, как благодаря хитросплетенным схемам через таможенные органы нашей страны одни более дорогие и готовые товары из Китая завозились под видом других, например, тканей. Так в страну поступала контрабанда с позволения высокопоставленных должностных лиц нашей республики. Благодаря этой фикции сотни миллионов долларов от неправильно задекларированных грузов переводились в офшорные компании 13 государств через банки и перевозились наличными в обычных пакетах. Конечным пунктом становились личные счета небезызвестных в стране лиц. Деньги компании Абусахи были у меня. Все эти расходы, сколько потратили денег на машины, сколько уходило людям на таможне – все эти документы, все записи были у меня. Реакция общественности на расследование журналистов не заставила себя долго ждать. Говорили о материале все. Информация, подкрепленная документами, банковскими квитанциями и договорами, даже послужила поводом для проверок. Но после было заявлено, что переправка таких сумм нормальная для бизнес-отдела, а за финансовыми потоками в стране следят. Буквально накануне, в продолжении громкой темы, радио «Азатык» совместно с интернет-ресурсом «Клоб Кейджи» выпустили очередную подробную статью. Материал частично написан со слов самого Айркина Саймати. И это, к слову, последнее интервью ныне покойного предпринимателя. Напомним, Саймати застрелили ночью 10 ноября на площадке одного из кафе Стамбула. Мужчина планировал еще встретиться с журналистами и передать им очередную порцию документов с указанием имен и информации, но не успел. На месте убийства нашли машину с дипломатическими номерами. Установлено, что это автомобиль генконсула Эркина Сапокова. Сразу после произошедшего чиновника отстранили от должности. Авторы расследования говорят, что Саймати уже предполагал, что за ним ведется слежка и что его бывшие уже на тот момент партнеры заподозрили его в возможных связях с журналистами. В одном из разговоров он сказал им, что ему поступают угрозы со стороны ОПГ из Кыргызстана. Он мне сказал, что если ты документы отдашь журналистам и на вторую серию, то мы тебя убьем. Слово даю. Несколькими неделями ранее, между тем, произошло другое убийство. Таксиста Хусана Каримова, который, как выяснилось, работал курьером, переправлял наличные. Возле аэропорта его трупы нашли в багажнике его же авто. А еще убийцу украли посылку, которую он не смог получить из США. В ней было более сотни тысяч долларов. Когда убили Саймайте, у МВД не расспрашивали, нет ли связи между этими двумя инцидентами. Еще вчера правоохранители заявляли категоричное «нет». В средствах массовой информации было заявлено, что он являлся бизнесменом или частным предпринимателем. Это не установлено. Он занимался частным извозом. И вот несколькими часами после этого заявления наши коллеги-журналисты в своем расследовании рассказали, что убитый был одним из курьеров Саймайте. Все эти подробности вчера же собрались выяснять депутаты. Они создали специальную комиссию, громко заявляя о необходимости выяснить, кем был Айркен Саймайте, чтобы представить данные общественности. Сейчас вокруг этого дела распространяется много информации, которая очерняет депутатов, в том числе и меня. Нас пытаются увести в другую сторону. Нужно создать комиссию, чтобы выяснить, кто такой Айркен Саймайте, с кем связан, как получил гражданский паспорт Кыргызстана. Возможно, стоит поработать совместно с представителями турецкого парламента. Представители правоохранительных органов уже вылетели на место событий, но общественность не верит им. Поэтому депутаты должны заняться этим вопросом. Те, кто хочет повернуть это событие в другую сторону, заблуждаются. Бумеранг может возвратиться к ним самим. В состав комиссии вошли 12 парламентариев. Алый Карашев, Мерлан Джинчуроев, Алмамбет Шикмаматов, Талант Мамытов, Закир Шарапов, Даниэр Толонов, Алмазбек Иргешев, Тынчтык Шайназаров, Алтынбек Сулайманов, Умурбек Бакиров, Сайдалим Джон Джураев и Искендер Матраимов. Правда, уже сегодня оказалось, что некоторые из тех, кого внесли в список членов комиссии, даже не знают о важной задаче, которую на них возложили. А я в комиссии? Ну, вы заявлены как член комиссии. Я вчера что-то своей фамилии не услышал. Вчера по телевизору озвучили же членов комиссии, меня там не было. То есть вы не в колледжах в подкомиссии? Это ваши веки, меня нет в том, по-моему. Другие же депутаты готовятся уже в ближайшее время собраться на первое заседание комиссии и для начала определить ее лидера, а дальше продумывать то, каким образом будет осуществляться расследование. Впрочем, то, что собирались сделать депутаты, уже, можно сказать, сделали журналисты. Но, по словам Мерлана Джинчуруева, генпрокуратура должна провести проверку озвученного в материалах журналистов. В свою очередь, его коллега, Алмамбет Шикмаматов, заявил о том, что состав комиссии следовало бы изменить. «Первым делом, наверное, будем опрашивать руководство МИД, каким образом Саймати ездил на дипломатических номерах, какая связь была у него с ОПОКО, было ли известно им это. Мы должны опросить службу национальной безопасности. Они должны были знать по линии контрразведки, что в посольстве числится некий Саймати, который находится в розыске. Мы будем опрашивать депутатов, которые в общественности пишут и говорят о том, что они имели связи с Саймати». К слову, реакция официальных органов и ведомств, упомянутых в материале журналистов, уже начинает поступать. Ситуацию прокомментировали представители таможенной службы генеральной прокуратуры. А сам депутат Искендер Матраимов на своей странице в социальной сети опубликовал пост, в котором сообщил, что он решил покинуть состав комиссии, не дожидаясь ее первого заседания. Сабина Дамаскина, Владимир Кулбалдиев, НТС.